МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! С вами программа «Бизнес-среда» сегодня в выпуске. Швашия принимает гостей на своей земле. В республику прибыла делегация из китайской провинции Гуйчжоу. В Батревском районе открылся седьмой по счету бизнес-инкубатор в республике. Репортаж о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашии. Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя. В Чувашию с двухдневным визитом прибыла официальная делегация из китайской провинции Гуйчжоу. Основной целью визита стало установление тружеских отношений, а также укрепление связей между вузами. Гости посетили промышленные предприятия, образовательные учреждения, а также социально-культурные объекты республики. Провинция Гуйчжоу с населением около 40 миллионов человек и территорий около 170 тысяч квадратных километров находится на юго-западе Китая. Здесь проживают представители 48 национальностей. В последние годы правительство провинции уделяет особое внимание развитию внешних связей, продвижению культурного обмена за границей. По словам представителей делегации, правительство проводит политику привлекать к себе и выходить к внешнему миру. То есть привлекать иностранные инвестиции и поощрять местные компании, вкладывать инвестиции за границей. Два дня мы своими глазами, как вы работаете, какой город, какая чисто, и хорошее впечатление у нас. Наш город и не наши провинции хотели бы подписать с вами, чтобы строить дружественные отношения, дружбы между городами. Если мы устроим такое хорошее отношение, будет хорошо понимать предприятиями, народами между нами. Алексей Табаков познакомил делегацию с историей республики, вкратце рассказал о становлении и достижениях промышленности и пригласил гостей принять участие в ежегодных мероприятиях, посвященных Дню Республики в 21-м Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» и 7-м международном фестивале фейерверков. Члены делегации КНР выразили особую заинтересованность в сотрудничестве с Чуварским государственным университетом в области изучения истории, языка, культуры, а также обмена преподавателями и студентами. В самых смелых планах – проведение конференций, внедрение инноваций и осуществление совместных научных исследований. Напомним, по итогам визита делегации в прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве между ЧГУ и Гуйджойским университетом, одним из крупнейших Китая, где облачается около 60 тысяч студентов. «У нас такое желание, что создать вместе с Чувашским государственным университетом, создать фериалы конфуции на территории Чувашского государственного университета. Когда мы усиливаем экономическое обмен и сотрудничество, в то время мы и можем усилить сотрудничество в области образования». По итогам переговоров о намерениях установления партнерских отношений между Чувашской республикой Российской Федерацией и провинцией Гуйджоу Китайской народной республики была подписана памятная записка. В Чувашской республике открылся седьмой бизнес-инкубатор. Получить помещение на льготных условиях для развития своего дела теперь можно и в Батревском районе. В новом здании разместятся 25 субъектов малого предпринимательства и будет создано около 70 новых рабочих мест. Шьют одежду, переводят пассажиров, предлагают юридические услуги. В Батревском районе свое дело поставили на поток больше тысячи человек. На малое предпринимательство в муниципалитете делают ставку. Новым проектам здесь рады всегда, и они приходят на село. Притворять идеи в жизнь начинающим теперь будет помогать и бизнес-инкубатор. То, что предприниматели сегодня берут риски на себя, берут ответственность на себя, закладывают свою собственность, конечно, это очень здорово. Не каждый человек, не каждая семья может это сделать. Данный объект у нас на территории республики открывается седьмой. Седьмой объект открывали мы в сельских районах. Прекрасный центр работает в городе Чебоксары. Почву в новом бизнес-инкубаторе подготовили для более чем 20 предпринимателей. Просторный кабинет уже начали сдавать в аренду. Недавно здесь открылась фирма по организации праздников. Спрос на них в районе был и будет всегда. Молодой коллектив делает первые шаги. Получили собственные помещения, теперь рассчитывают и на поддержку властей. Все-таки какая-то поддержка государства, все-таки помощь молодым специалистам, помощь от государства в развитии начала бизнеса. Но в Батрево есть ниши, которые предприниматели еще не успели занять. Дать толчок креативным идеям обязаны специалисты бизнес-инкубатора. Простаивать это здание не должно. Для тех, кто начинает свое дело с нуля, здесь создали идеальные условия. А здесь государственную поддержку они получают. Получают и здесь есть и льготные условия. Это значит первый год они платят 40%, второй год 60%. Я думаю, эта площадь вся будет заселена и будут работать они на пользу нашего района и на пользу Чувашской республики. Инкубаторы, которые уже работают в районах республики, помогли выйти на новый уровень многим бизнесменам. Неплохие перспективы рисуют и перед жителями Батревского района. Начинающим здесь даже обещают подыскать контакты с потенциальными инвесторами. Но конечная цель другая. Проекты должны заявить о себе на всю страну. Помочь развиться предпринимателям, не стоять им на месте и достичь определенной цели. То есть это получение прибыли, то, что они могут сделать. Новоселье в Батрево отметили не только начинающие бизнесмены, но и дети-сироты. В рамках федеральной программы на селе для них возвели новый жилой дом. Ключи от квартир получили 45 человек. Помещения для тех, кто несколько лет стоял в очереди, оборудовали самым необходимым. Установили газовую печь, поклеили обои и оборудовали систему индивидуального отопления. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – один из приоритетов концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденных постановлением правительства. Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, а также иных целей, направленных на достижение общественных благ. За время действия республиканской целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в Чувашской Республике, более 140 организаций смогли воспользоваться поддержкой для реализации своих начинаний. В минувшем сентябре состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных организаций. Для представления субсидий за счет средств республиканского бюджета. По итогам заседания 62 из 73 заявок были признаны победителями. Максимальная сумма субсидий, на которую мог рассчитывать конкурсант, составляла 300 тысяч рублей. О том, как получить поддержку и что нужно для этого, подробнее мы расспросили у заместителя министра экономического развития, промышленности, торговли Чувашской Республики Инны Антоновой. Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций была принята у нас в Республике в 2011 году. Подразумевает она собой поддержку как финансовую, так и имущественную, информационную поддержку таких организаций. Если говорить о финансовой поддержке, то средства в виде субсидий предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе. Конкурс у нас в этом году проводился уже второй раз. В 2012 году в конкурсе у нас участвовало 78 таких организаций, 75 организаций в результате получили грант на общую сумму более 11 миллионов рублей. В этом году, тоже в августе, отраслевыми министерствами социального блока были проведены тоже соответствующие конкурсные отборы. Участвовало 73 организации, победила в результате 62, и общая сумма выделяемых им средств составит более 15 миллионов рублей. Средства как республиканского, так и федерального бюджета на эти цели расходуются. Если говорить об основных направлениях, в которых работают эти организации и реализуют свои проекты, в том числе и за счет средств субсидии, это социальная поддержка граждан, социальная поддержка пожилых людей, детей с ограниченными возможностями, патриотическое движение, развитие физической культуры и спорта для детей и молодежи, краеведение, экология, такие социально значимые. И новые направления, которые в этом году тоже были включены в программу, это защита прав потребителей. Второй год подряд в числе победителей Чувашская республиканская общественная организация «Центр духовной культуры». По итогам прошлого года организация получила субсидии на проект «Караван искусств», суть которого состояла в создании передвижного фонда из сотни картин по социальной тематике. Мы подали заявку на проект. Проект наш назывался «Караван искусств». Это приобщение сельского жителя к русской классической живописи. За тот период, когда развивался данный проект, был создан выставочный фонд из ста картин, сформированный в пять экспозиций. Шедевры Третьяковской галереи, священные образы в живописи, детские образы в живописи, пейзажи и традиции новаторства русского народа. Эти выставки у нас путешествовали по районным центрам республики. Благодаря данному проекту удалось установить сотрудничество не только с музеями, но и непосредственно с образовательными учреждениями. Потому что не в каждом районе есть музей, но в каждом есть культурные центры. То есть за счет этого сельское население республики получило возможность прикоснуться к классическому искусству, к тем шедеврам, которые сосредоточены в Третьяковской галерее, в Русском музее, в Эрмитаже, в глубинках, в нашем Чувашском государственном художественном музее. В этом году целью проекта является содействие в реализации федерального закона об образовании в Российской Федерации. Основное направление деятельности – эффективное использование информационно-коммуникационных технологий. В этом году мы подали заявку с проектом «Созвездие наук в искусстве». Подали мы эту заявку в Министерство образования, поскольку наш проект, он получается как интеграция культуры и образования, и связан больше со школьниками и с предметами непосредственно. В прошлом году на нашей базе открылся виртуальный филиал Русского музея, который насчитывает 250 образовательных программ. Эти программы основаны на богатейшей коллекции русского искусства. И мы задумали такой проект, то есть проект совместно с Русским музеем, с виртуальным филиалом «Созвездие наук в искусстве», когда каждый месяц у нас будет одна наука и искусство. Ну, например, сейчас октябрь месяц, да, история и живопись, география и живопись, математика и живопись, химия и живопись, иностранные языки, биология. То есть дети смогут не только закрепить какие-то знания по предметам, полученные в школе, они, я думаю, что узнают что-то новое через произведение живописи. Министерство образования и Министерство экономики поддержали наш проект, нам выделены субсидии, и буквально в ближайшее время мы начинаем реализовывать его. До конца октября средства поступят на счета победителей, и школьники республики ваучую смогут ознакомиться с новым проектом Центра «Радуга». Во дворце имени Петра Хузангая состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников машиностроительной отрасли. На предприятиях машиностроительного комплекса республики работают более 40 тысяч человек. Неблагоприятные экономические условия 2013 года повлияли на индекс производства. Между тем, промтрактор, промлит, элара, промтрактор-вагон, агрегатный завод «Экро», электроаппаратный, «Чувашкабель», «Вниир» и другие предприятия превысили миллиардный рубеж объема отгруженной продукции. Среднемесячная заработная плата в машиностроении составила почти 26 тысяч рублей. Прибыльно сработали 70% предприятий отрасли. В первом полугодии 2013 года на предприятие машиностроительного комплекса было направлено инвестиции в основной капитал в размере около 3 миллиардов рублей. Есть те, кто добывает сырье, есть те, кто продает и потребляет, но именно вы своим трудом, своим умом создаете те станки, то оборудование и те все средства производства, с помощью которых существует экономика. Минэкономразвитие «Чуваши» и территориальная санитарно-технологическая пищевая лаборатория еженедельно проводят мониторинг наиболее низких цен на продовольственные товары в магазинах столицы. Где и как найти эту полезную информацию, я сейчас объясню. Вам потребуется открыть электронный портал правительства Чувашской Республики кап.ру. Далее во вкладке «Министерство и ведомства» выбрать «Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики». Информацию о наиболее низких ценах на продовольственные товары, а также иную информацию вы сможете узнавать из новостной ленты на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Напомним, информация о наиболее низких ценах на продовольственные товары в магазинах столицы размещается еженедельно. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok